Рассказывая о кавказских кинорежиссерах, невозможно оставить без внимания такую фигуру, как Михаил Калатозов. Одна из самых известных его картин «Летят журавли» была удостоена золотой пальмовой ветви в Каннах, а режиссер получил мировое признание и вошел в историю как один из самых гениальных кинематографистов 20 века. Чем особенно картины Калатозовы? Чем они отличаются от картин современных по филам? Ну, картины имели прежде всего яркий образный язык, что связано, конечно, с работой оператора Урусевского. И зачастую, когда мы говорим о его главной картине «Летят журавли» и следующие неотправленные письма, современники, помимо темы, темы верности, которые поднимает этот фильм, конечно, все отметили операторскую работу Урусевского. Живую камеру, ручную камеру, выразительные ракурсы. И появилось такое мнение, что фильм Калатозова в многом сделал его оператор Урусевский. Но дело в том, что если мы поглядим его ранние фильмы, я имею в виду ранние фильмы Калатозова, его документальные работы, такие как «Гвоздь в сапоге» и «Соль с фонетти», мы увидим, что уже тогда фильмы его отличались неожиданным подходом к операторской работе. Это была такая же... Это была еще не ручная камера, но уже была попытка найти необычные ракурсы. Уже тогда были попытки снять камеру с штатива, начать ей активно пользоваться. И в фильме «Соль с фонетти» есть эпизод, когда камера делает резкие движения вверх-вниз. Для того кинематографа это было в русле новаться того кинематографа, но если мы посмотрим последующие картины со статичной камерой, которая была уже принята в 50-е годы, спокойная, может показаться действительно значительное различие. Потом, уже когда, как раз на картине «Лети от журавли», я думаю, Калатозов вернулся к своим ранним опытам. И Русевский, который действительно очень много принес своего, во многом действовал, я не знаю, во сколько во многом, но это было влияние режиссера, это был симбиоз. Поэтому новаторский поиск киноязыка, который приписывают обычно все-таки Урусевскому, я думаю, здесь значительную роль сыграл и сам Калатозов как режиссер. Как часто в истории кинематографа присутствует такой симбиоз оператор-режиссер, либо режиссер-актер и так далее, когда ни один фильм снимается? Ну, это бывает довольно часто, и, как правило, режиссеры стараются найти своих операторов. Можно приводить примеры с Эдуардом Теса и режиссером Заштейном, с Головней и Пудовкиным, но вообще режиссеры редко меняются. По крайней мере, долгий период творчества они стараются иметь единую группу. Это очень важно, иметь контакт со своими, с теми людьми, с которыми ты работаешь. Обычно в разные периоды творчества можно поделить на циклы, и каждый цикл, наверное, режиссер старается иметь свою группу, потом может ее поменять. Это режиссер-оператор, одна из довольно частых таких форм симбиоза, хотя есть и режиссер-сценарист, режиссер-актер, как мы видим сейчас происходит, например, на зарубежном кинематографе, у Уди Алина или у Скорсезе, которые выбирают себе два-три актера, с которыми наработают на трех-четырех картинах, потом берут следующих. Так что это явление не уникальное. Оно естественное, скажем так, оно диктуется самими условиями. Как только режиссер чувствует, что он свою тему исчерпал, тему, на которой он работал довольно долгое время, снимал две-три картины, или режиссер-экспериментатор, он, конечно, будет подбирать разную группу, для того, чтобы максимально попытаться отличиться от всего того, что он делал раньше. Присутствовали ли в симбиозе Калатозов-Русевский еще какие-то люди, актеры, например, или сценаристы, или они постоянно меняются? Я думаю, что в любом случае режиссер, вообще любой художник, не творит в абсолютно вакууме. Даже если это очень харизматичная фигура, какой, несомненно, был Калатозов, любой творческий человек, который с ним работает, будь то актер, актриса, оператор, они, естественно, приносят что-то свое. И режиссер – это важно, он во многом, он всегда связан со своей группой. Поэтому мы привыкли думать, что режиссер тянет за собой всех, управляет всеми, командует всем творческим персоналом, действительно так. Но его задача не столько проявить себя, плюс, то есть не столько себя проявить, сколько еще и разбудить, или, скажем так, направить творчество своих, тех людей, с кем он работает, в нужное ему русло. И тогда картина получается цельная, картина получается стоящая, несмотря на то, что каждый приносит что-то от себя. В принципе, я думаю, как раз Калатозов был один из тех режиссеров, который умел организовать всю команду, не задавливая своим единственным видением, а позволяя творить в том направлении, которое он убирал, но при этом оставляя, наверное, какую-то импровизацию. Продолжение следует...